Всем огромнейший привет! И сегодня я вам расскажу, что же можно и нужно, и что не нужно покупать в Египте. Это было мое самое первое путешествие, и я хочу поделиться своим опытом с вами. Итак, начну рассказывать я вам о сувенирах, потом буду рассказывать о продуктах, о вкусняшках, о маслах, и закончу свой рассказ одежды, текстиль. Начнем с сувениров. Как я сказала раньше, я в Египте впервые, и мне категорически не советовали, уже потом я поняла почему, ехать в клоне, мне говорили, езжайте в старый город, там ассортимент выше, погуляйте и так далее. На самом деле, старый город это такое вот реально ощущение базара. Да, вот магазин на магазине, все тебя зазывают. То есть, если вы едете сама, и у вас есть время побродить, то, возможно, старый город это ваш вариант. Но если вы едете с семьей, и ваш отец, или любимый мужчина, или муж, или брат не любит торговаться, не любит вот эти все восточные зазывания, то это совершенно не ваш случай, как в случае и с моей семьей, у меня ни сын, ни муж не любят ни торговаться, ни вот эту вот активность восточную именно, заходи, покупай, налетай, торопись, покупай живопись. Вот. И, собственно, поэтому мы приехали в старый город, они остались в кафе, и я решила обойти некоторые сувенирные лавки и вообще осмотреться. Ну, что могу сказать? Торгуются на самом деле не так уж хорошо, как об этом говорится. Это раз. Ассортимент примерно один и тот же. Это два. В-третьих, вот так вот, чтобы что-то вот спросить, сколько стоит, и уйти очень сложно. То есть сразу хотят, чтобы ты что-то купил. Если ты не купил, то очень обижаются. И, ну, я не привыкла портить себе настроение, я не привыкла просто так отвлекать людей, вопрошить вопросами и не покупать, поэтому я старалась что-то купить. Итак, я расскажу сейчас о том, что я купила в самой вот первой лавке в Старом Городе. Цены там оказались гораздо выше, чем в Клуне, но и товар достаточно интересный. Хотя подобное мне попадалось, но не все уже в других лавках и намного дешевле. Значит, вот такой вот кубок. Он сделан вот с пирамидой. Получается, основание пирамида, а вверх кубок. И вот такие вот синие камушки. Ну, мы видим, что здесь вот, например, уже нет одного камушка, да. То есть это я уже сейчас вижу в хорошем свете. Вот такие вот нюансы. Но в целом он очень такой колоритный, атмосферный. И мне показалось интересным иметь вот два кубка разных. Но на тот момент я купила только один для того, чтобы делать всевозможные практики с картой Таро Двойка Кубков. Кто знает, о чем я говорю, поймут. Кто не знает, я занимаюсь картами Таро. Очень их люблю. И, соответственно, все символизмы стихи мне интересны. И жезлы, и кубки, и мечи, и пентакли. Собственно, вот такой вот кубок. И обошелся он мне, если я не ошибаюсь, после длительных скидок, по-моему, 8 долларов. И уже потом, когда я приехала в магазин Клуни, вот такие вот кубки обошлись мне по 2 доллара, гораздо дешевле. У него единственное отличается основание. Он немного ниже. Тут цельная ножка. Здесь она в виде пирамиды. И она вот так вот вращается, интересно. Ну и откручивается попутно. Можно ли из них действительно употреблять спиртные напитки, я бы не стала. Как сувенир для каких-то практик, почему бы и нет. На подарок тоже почему бы и нет. Хорошая, интересная работа. И он мне сказал, в старом городе продавец, что это ручная работа. Я, естественно, понимаю, видя рисунок, что это штамп. Посмотрите, потому что чеканка вот одинаковая. Это одна и та же форма. То есть рисунок на них идентичный. Низ, основания тут разные. Здесь какие-то сердечки. Но тоже достаточно симпатично. Тем более за 2 доллара. Вот такие кубки. И звук такой интересный. Я не думаю, что это медь, но под медь очень похоже сделано. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, это будет вот такой анубис. Вышел он мне достаточно дорогим. Я его покупала на подарок. Это бог смерти. Хотя они мне сказали, сами египтяне, что анубис это врач. Это тот, кто занимается переводом души, кто занимается мумифицированием. То есть они считают его врачом. Готовит душу. Вот такой вот симпатичный анубис. Шакал. Да, это не собака, это шакал. Вот, собственно, сидит на вот таком постаменте. И вышел он мне 12 долларов. Да, то есть если бы я, например, была в магазине Клуни, потом бы в старом городе, я бы его за такую цену, может быть, и не купила. Подумала. Но точно такого, вот с глазом, вот полностью такого я в Клуни не нашла. Клуни это магазин бюджетный в Шарме. Я о нем уже записала отдельное видео. Поэтому, кто не видел, посмотрите, пожалуйста. Там цены достаточно бюджетные, но там ассортимент, может быть, не такой широкий, как в старом городе. Следующее, о чем я хочу вам рассказать, это уже будет ювелирные изделия, которые куплены, опять-таки, в старом городе. Я люблю с каждого места, в котором я буду привозить, по украшению. Вот для меня это память, не знаю. И мне понравился чем-то продавец, он мне сказал, что у нас серебро, но не 925-я проба, а немножечко меньше. Один кулончик я решила для мамы, а второй кулончик я решила для себя купить. Маме решила купить вот такого Скоробея. Если вы захотите Скоробея купить для себя, вы должны знать, что Скоробея нужно брать обязательно с лапками. Скоробей без лапок является мертвым. Его используют только для погребальных символов, для символов перехода в другой мир, перевода души и так далее. То есть берите Скоробея с лапками. Вот такой вот Скоробейчик. Камень, он сказал, что это бирюза, я думаю, что это гавлит, но выглядит он очень-очень симпатично. Действительно симпатично. Вот такой вот Скоробей. Достаточно крупный и тоже обошелся он порядка 10 долларов. Сказал, что серебро, но он достаточно легкий. Я думаю, что там может быть есть какая-то часть серебра, но не больше. Вот так он выглядит. И с этой стороны здесь тоже вот гравировка, собственно, тоже Скоробея. Вот видите, вот такой вот подарочек. Себе я привезла кулон солнца. Так, я его что, не положила сюда? Нет, не положила. Ну, значит, я его вам покажу либо в следующем видео, либо сейчас бегаю. Наверное, давайте сейчас бегать. Так, кулон солнца. Я не нашла. Видимо, буду записывать отдельное видео о своих кулонах. Ну, на самом деле, обычный кулон в виде солнца. А, вы знаете, он был здесь. Можно было и не бежать никуда. Вот. Вот такое солнышко я привезла себе. Для хорошего настроения, для тепла. Солнышко здесь улыбается. Мне почему-то оно марсельское напомнило. И здесь отдельные лучики еще таким более золотым окрашены. Мне оно понравилось. Крупное, позитивное. Вот, если сравнивать, в принципе, по размеру, видно, что солнышко даже немножко больше. Вот таких два кулона на подарки. Себе и маме. Каждый по... Или 12-й не стоили по 10-й он отдал. Или же 14-й по 12-й он отдал. Этого я точно не помню. Далее. Вот эта вещь была куплена с огромным удовольствием. Очень хотела я ее купить. Это картуш. Что такое картуш? Это надпись вашего имени. Это ваше имя на египетском языке. Тут, соответственно, 5 животных, 5 символов. Почему 5? Потому что меня зовут Элина, кто не знает. И в имени Элина 5 букв. И каждая что-то обозначает. Как понять, что обозначает? Вот здесь есть вот такой вот алфавит. И есть вот такая вот расшифровка. Что конкретно означает каждая буква? А, Б, Д и так далее. Ну, например. Вот если взять, например, мое имя. Ищем букву Э. Буква Э это благородный. Первая буква. Вторая буква Л. Это интеллигентный. Третья буква И. Также ищем, что здесь у нас прямолинейный. Далее буква Н. Чистая душа. И А. Сильная личность. Ну, в общем, вот такая вот трактовка. И, что интересно, с обратной стороны тут тоже есть рисунок. Это считается символом, который защищает человека. Глаз, лотос и тоже скороби. Тоже скороби с лапками. Но носит обычно вот так. Ну, и мне понравилось, что здесь вот основание в виде ангха. Стоил такой картош. Тоже считается, что это серебро 925 проба. Хотя проба нигде не стоит. 10 долларов. И мне его удалось купить по такой хорошей цене только благодаря нашему гиду. Об экскурсии на пирамиды Гизы будет отдельное видео. О том, через кого лучше заказывать экскурсия по лучшей цене. И вообще наилучшая организация экскурсии. Это тоже отдельное видео. Но я видела из серебра картуши и по 50 долларов. И не такие красивые рисунки. Этот мне очень понравился. И я его ношу сейчас с удовольствием. И надеюсь, я к нему интерес так быстро не потеряю. Буду его носить. Дальше. Следующее, о чем я буду вам рассказывать. Это уже будут сувениры из Клуни. Что я купила в Клуни? Конечно, вот кошечку бастет египетскую. Вот такую. И важно, кошка должна быть в одежде не голой. Это означает, что символ богатства. Символ домашнего очага, тепла и так далее. Вот такая кошка. У нее, кстати, сережка в ухе, если присмотреться. Под бронзу. Она маленькая, очень милая. Мне она очень нравится. И вот такая побольше кошечка. Я думаю, что это гипс или что-то такое. Вот эти статуэтки недорогие. Я не знаю, поскольку их продают в Украине или в России или в других странах, где меня смотрят. Но 1-2 доллара. Вот такие цены на них. Чтобы просто вы знали, если где-то вам кто-то будет продавать, их реальную стоимость. Далее. Вот такого сфинкса с пирамидой. Причем он достаточно тяжелый. И тоже был куплен в клуне. Мне очень понравилась его расцветка. Такая вот как настоящий песок. И он очень такой монолитный. Вот его я хочу оставить себе. С пирамидой встроенной. Сфинкс это загадочность, это спокойствие. И пирамида это равновесие. Мне захотелось себе вот такую вещь из Египта оставить. Большая часть того, что вы видите, уже я знаю, кому я буду, собственно говоря, на подарки отправлять. Но я решила перед этим все вам показать, рассказать. Вот такой вот бог секса. Причем, когда я видела эту статуэтку, я вообще не понимала, что это такое. Без руки, без ноги. Потом мне о ней рассказал мой сын. Сказал, что очень хочет ее получить. И я узнала легенду. Я прочитала ее. Оказалось, в древности был мужчина инвалид. Все ушли воевать. И его оставили одного в маленьком селе. И когда мужчины вернулись с войны, все женщины были беременны. Тогда ему отрубили либо руку, либо ногу. Ну, отрубили. И снова его оставили. И через... Снова год мужчины вернулись. Снова все женщины беременные. И тогда они ему отрубили вторую его конечность, либо ногу, либо руку. Тут уже не так важно. И они решили его убить. И он исчез. Потому что благодаря нему род продлился, пока мужчины воевали. Женщины дали потомство. Женщины выносили детей. И люди не вымерли. Вот такой вот бог секса. Для плодородия, для бездетных пар. Собственно говоря, вот такой вот вариант. Ну, в принципе, фалос всегда был символом плодородия. Поэтому я не удивлена. И вот такой вот сувенир тоже можно привозить из Египта. Следующая лампа, исполняющая желание. Она участвовала у нас в фотосессии. Лампа Алладина. Можно ее тереть. Вот такая здесь симпатичная чеканка. Она открывается. Можно как заварник для чая использовать. Я пока еще не пробовала. Но, в принципе, она интересная. Но как лампа именно, она не работает. Для дизайна, для декорации самое то. Стоила она тоже порядка, по-моему, или 12 долларов, или 10, что-то такое. Дальше. Вот такой вот штопор. Мне его подарили. Я им пока не пользовалась. Либо штопор, либо просто для бутылок, чтобы вот закрывать бутылки. Он мне достался в подарок. Вот такой вот обычный. Сфинкс тоже уедет скоро. И вот такого подарили мне в клуне, опять же, скоробея. Магнитик. Тут несколько камушков выпало. И на холодильнике он не держится. Но мама сказала, что моя что хочет, его все равно забрать. Ей нравится вот такая гамма. Скоробея символ трудолюбия, здоровье, символ денег, заработка. Так что пусть будет. Выбрасывать ничего не буду. Я себе взяла открывалку. Я люблю, в принципе, и пиво. И часто мне нужна открывалка в целом, для того, чтобы можно было сделать подношение. Вот такая открывалка, я насколько понимаю, это изида. Тоже это все символические цены. Вот такая пирамида. Достаточно легкая. И вот такое велюровое основание у нее. Тоже это все с магазина клуни. Подарили мне браслет. Вот такой для ребенка из кожи он не носит. Буду носить сама. И я себе не могла отказать в удовольствии не купить череп. Вот такой череп пепельница. Но я его буду использовать по своим, собственно говоря, интересным опытам. По своим возможностям. Мне он очень понравился. Богиня магии Изида. Лисида ее называют. Вот такая. Кстати, один из продавцов говорил, что светлые фигурки в закупке стоят дороже, чем темные. Не знаю, чем это выражено, но вот такая информация была. Еще у меня есть нефертити. И символ красоты. Когда я спросила у продавца, она вам нравится? Он говорит, нет, конечно. То есть, все-таки красота и понятия красоты очень поменялись. Нефертити осталась в другой комнате. Но, в принципе, я думаю, вы ее не раз еще увидите. Вот такие вот чашки. Тоже были куплены в клуне. Они очень красивые. И нравится, что, знаете, вот немножечко кверху заужается. И не так быстро остывает. Их очень удобно ставить одну в другую за счет вот этой формы эргономичной. И держать ее удобно. И ставить одну в другую тоже очень-очень. Видите, раз. Парочка. Очень удобно. И я рада, что я их довезла. К сожалению, не все удалось довезти. Не удалось довезти хрустальный шар с котиком черным. Ребенок очень расстроился. Но, тем не менее. Да, кстати, вот это Парео с египетским узором. Это также было куплено в старом городе. И в клуне я такие не видела. Я его буду использовать как скатерть. И мне оно тоже очень нравится. А что касается текстиля вообще в клуне. Я купила недостаточно много. Но не жалею об этом. Вот такую сейчас вам покажу тунику. Из штапеля. Я думала вначале, что это хлопок. Но это штапель. Вот такого очень вырвиглазного цвета. Но отказать себе в этом удовольствии не могла. Смотрите, какая. Вот такие здесь богини. Может быть, вы меня в ней еще увидите. Яркая, яркая, яркая. Но мне в ней нормально. Кроме этого, вот такие детские футболки можно купить в старом городе. В клуне, кстати, не видела. Просто серая футболка и надпись Египет. Скажу по своему опыту. Много футболок Египет не набирайте. Потому что в них особо никуда не походишь. Только дома. Либо с минимальной надписью берите. Вот такие арафатки, как их называют. Вот такие шарфики. В некоторых экскурсиях их дают бесплатно. Я ее привезла с собой. Я ее брала в Египет. Но в целом их точно такие же продаются по доллару. Тапочки-коралки. Для того, чтобы не наколоть ноги. По 2,5 доллара. Тоже очень полезная вещь. В принципе, в них можно и ходить. Они достаточно гибкие. Это все сеточка тоненькая. И одна из таких достаточно недешевых покупок. Масло черного тмина. Я его брала для мамы. Для людей, у которых ревматизм. У кого повышенный сахар. Для людей, у которых есть проблемы с диабетом. С мышечно-скелетными заболеваниями. Дерматитами, экземами, псориазами. Очень хорошее средство. И для репродуктивного здоровья. Одну капельку. Буквально одну чайную ложку натощак. Вот такое масло черного тмина. Стоило оно достаточно дорого. Я долго торговала. За 15 долларов его купила. Это большая бутылка. Оно имеет осадок. Это действительно оригинальное масло. Дешевое масло тмина. Внутрь я употреблять не рекомендую. Это масло фирма называется Премиум. Black Seed Oil. Ну и сделано, соответственно, в Египте. И я его отдам тоже маме. Дальше. Что еще? Блокнот. Я отдам своему любимому доктору. Специально купила его. Для моего любимого доктора. Для моей Натальи Сергеевны. Она многое пишет. Ей он пригодится. Обычный. Ну вот так он красиво сделан. Здесь девушки танцуют, играют. И много-много листиков. Вот такой вот блокнот. Маску мы еще купили. Вот такую. Ну и что еще могу рассказать. Шампуни, бальзамы. Я вот на своем опыте поняла, что шампуни, бальзамы не особо какие-то супер эффективные. Вот такая вот ватика. Я брала для того, чтобы просто мыть волосы. Никакого эффекта особо не дали. Но и хуже не сделали. Маску я брала себе вот такую чесночную. Брала себе и вот такую с миндалем. Они все примерно одинаковые, только разные одушки. Особо хорошего состава здесь не ждите. Здесь больше вот такой вот временный эффект. Да, и когда нужно чем-то перебиться, стоят масочки и шампуни. Шампунь доллар, маска 2 доллара может стоить где-то 2,5, где-то 1,5. То есть цены недорогие и особого эффекта от этих средств нет. Но тем не менее себе и маме я взяла по баночке. Зубную пасту взяла. Вот паста очень хорошая. Это реально классная штука. И она не везде есть. Мисвак называется. Я ее из Туниса привозила. Вот ее советую обязательно всем покупать. Это реально хорошая стоящая штука. Также в Клуни вот такую сумку я себе купила. Сейчас я масло уберу, чтобы его не разбить. В обзоре разобью, будет весело. Смотрите. Виктория Секрет сумка. Она достаточно большая. Это, естественно, не оригинал. Она достаточно вместительная. Стоила 10 долларов. Просто вот пляжная сумка на пляж. Ходить. Текстильная сумка. Ничего особого, но удобно было. И что еще хочу показать. Вот такую сумочку. Они сказали, что это кожа. Тоже 10 долларов пахнет. Она действительно как такая вонючая кожаная сумка. Вот так она выглядит. Аутентичная вещь. Я ее взяла маме на подарок. Надеюсь, она ей понравится. И будет вспоминать то время, когда мы отдыхали в Египте. И не напрягали ее. Собственно говоря, это тот случай, когда по одной путемке отдыхает вся семья. Что еще вам могу показать? Карты еще остались. Карты Египта. Ручка, карандаш. Вот такой набор. Думаю, на карты сделаю отдельный обзор. Также мы купили еще все-таки папирус. Уговорили нас. Совершенно небольшая картина. Но она сейчас получается замотана. В тубусе определенном. Стоила 15 долларов. И я могу сказать, что теперь я знаю, как отличить настоящий папирус от банана. Потому что многие на банане делают. Также мы купили сладости. Сладости у них самые разные. В принципе, все вкусно. Вот такие трубочки. Орешки. Но могу сказать, что если сравнивать с турецкими сладостями, эти, конечно же, отстают по качеству. И упаковки могут быть незаполненные. Вот такую фисташковую брали. В принципе, неплохо. Но нарисовано фисташек намного больше, чем их есть на самом деле. И еще мы брали свеции. Вместо карри нам дали куркуму. Это каркаде. Нормально абсолютно. Не перепутали. И то спасибо. И еще мы брали разные виды чаев. Пока не могу еще ничего сказать. И брали фреш. В луне нужно брать фреш. Мы их уже давно выпили. Вот это стоит того. На этом я сегодняшнее видео завершаю. Большое спасибо, кто посмотрел. Напишите, что вы привозили из Египта. Напишите, хотите ли вы продолжение этой темы. Всем хорошего настроения. Всем хороших покупок. И самое главное, я очень хочу, чтобы вы подписались на канал и были зрителями новых видео. Всем пока!